Первые тройки, я думаю, что вы догадались, на льду. Вот сейчас Сандис Озолинч как далеко улетел в атаку. Это недалеко еще. Еще недалеко. А бывает туда, где машины заливочные. И не только. Когда Сандис в пятерке, может сказать, что звено играет с четырьмя нападающими. Для латыше хоккей это событие какое-то. Это непросто. В Латвии и так такое положение. Для них эти билеты, все это... Это как можно подарить просто ребенку своему билет на маш хоккей. И это он будет рад безумно. Подари, попробуй, у него с другого места хоккейный билет. Скажешь, пап, ну ты что, меня не любишь? Нет, это... Конечно, смотрите, здесь пришли болельщики. Ну да, отдыхают, веселятся. Для них это просто какое-то мега событие. Широков только что интервью давал, а уже на льду. Может, он со льда давал? Нет, не успел. Мы видели сейчас в перерыве такое грустное лицо Сандиса Озолинша. Как ты думаешь, это рассуждение о его гольф-клубе на его челе? Нет, я думаю, не знаю, что он может думать в такие моменты. Мне трудно понять, что Сандис вводишь от меня, о чем он думает. Его лицо это закрытая книга. А ты был в этом гольф-клубе, Саня Озолинша? Конечно, да. Уровень. Ну, гольф не удалось мне там поиграть, но атмосфера там внушает. Радулов снова. Жердев на рыбачка стоит. Что? Жердев дал пас в 1-0. На рыбачка? Да. Это как? Широков незаметно прячется под дальнюю синюю линию. Ждет паса и выход в 1-0. Это называется на рыбачка? Правильно я понял? Ну да, он такие, наверное, рыбачит. Вроде бы притаился, но вроде бы чем-то занимается. Ты рассказал замечательную историю о том, что перед матчами в Рижском Динамо вам показывают какое-то смешное видео. А зачем и что значит смешное видео? Чтобы не сделать это собрание каким-то, как в школе, какие-то же уроки. Это просто, чтобы были эмоции какие-то перед игрой. Обычно это как женщина за рулем, или какие-то, не знаю, животные. Или смешная ситуация из спорта. Как женщина за рулем или животное. Ну и котята. Котята все любят, это мы знаем. И может даже споем. Но вот этого не знаю. Редликсу давай доверим. Он, говорят, певец отличный. Он сам рассказывал, хотя он не поет в раздевалке. В раздевалке? Не, я бы ему не позволил петь. Ну, конечно, он может зачитать рэпчик. А какое самое удивительное выражение ты слышал от тренеров? Ну, разумеется, цензурный вариант. Какой вариант? Цензурный. Ну, это сразу я бы сказал, процентов 80 сразу отбрасываем. Да ладно. Ты поешь? Нет, ну что. А, ты танцуешь? Может быть только Ласкова Майя. Микерис не позволяет абсолютно все в команде. Если есть какой-то момент, который мне нельзя делать там, или хочу что-то свилонить, я говорю, Микерис, можно я не буду? А он посмотрит, не, поднешь. Тебе можно все. Козлов. Холд, холд, давай от трибуны. Холд же отлично играет на гитаре. У него есть много видео в ютубе. Так что можете вести, посмотреть. Тарасенко теряем шайбу. Он же, по-моему, даже какой-то группик холд играет, да? Да. А ты был на концерте? Нет, конечно. Чего это, конечно-то? Не берет? Да даже если был, ну куда. Ну, хотя бы звалось петь, но я пою только Ласкова Майя. Потому что на льду творятся совершенно другие вещи. Ой-ой-ой. Ну ты бери, ну ты бери. Что он делает? Не знаю, может какой-то танец был. А может у него судорогу мышцы свело. Кто у вас лучше всех танцует в команде? Я, конечно. Это понятно. А второе место? Я не знаю, я не видел танцующих игроков. Ну вот Холд тебе, смотри, что показывает. Я бы не сказал, что танец, это, конечно, судорога. Чувствовали, что вратарь, а вот здесь вытаскивали. И ты обратил внимание, он сейчас сделал поклон публике. После того, как спас свою команду. Нет, это было не поклон. Он монету хоронил и подобрал ее. Шайба у пустые ворота Криса Холта. Ну вот действительно идет на рекорд. Смотри, сколько он нажал. Старается, он старается. Он делает все, чтобы не делать ничего. Еще раз смотрим. Вот здесь на коленек, вот здесь упал. Вот здесь... Опять монетки собирает. Кто-то, видимо, набросал-то монеток. Я знаю, кто Барулин. А у Барулин-то выступалось, наверное. Так он сказал, что хотел бы поменьше пропустить, чем в прошлом году. Он и пропустил меньше. Вот Холд и попал.